Всем привет! Это шестая часть серии о 12 международной выставке на ВИТЭХ и 32 международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. НПО «Фориаль» – крупнейшее предприятие по производству LAN-кабеля. Холдинг выполняет заказы любой сложности и объема, максимально удовлетворяя спрос и интересы клиентов. На своем стенде компания «Фориаль» продемонстрировала популярные среди клиентов виды кабельной продукции собственного производства, а также новые виды продукции, рассчитанные на эксплуатацию в жестких условиях Арктики. Компания «Фориаль» была основана в 1994 году Фаридом и Ренатом Алюшевыми. В 2000 году компания «Фориаль» приобрела компанию «Андежан Кабель» численностью 1600 рабочих мест. Компания «Андежан Кабель» находится в Узбекистане. Старые советские заводы Наш завод по большому счету с противовесом был построен, потому что здесь другой подход применен. Дело в том, что мы в этом бизнесе уже очень давно, с 1994 года, и прошли все стадии. У нас были и большие предприятия в собственности «Андежан Кабель», «Самарская Кабельная Кабель». Было принято решение, что это не совсем то, что нужно для современного рынка. И было построено мощное, но компактное предприятие. Предприятие 50 человек, а производит оно в районе 4000 км в месяц. Медь поставляется с Алмалыкского горно-металлургического комбината. По своему качеству она входит в пятерку лучших в мире. Полиэтилен, применяемый при изоляции токопроводящих жил и ошланговки кабеля, светостабилизированной оболочкой, поставляется из России. Красители, применяемые в процессе изготовления кабелей и проводов, изготовлены корпорацией в Великобритании. Для повышения надежности качества медных кабелей и проводов СПАО «Андижан Кабель» совместно с финской компанией «Оутокомпу» установили линию бескослородного непрерывного литья медной катанки «Убкаст Уэст-18Х» производительность 7500 тонн в год. Технология «Убкаст» является ведущей в мире по непрерывному литью катанки и медных сплавов. Производство кабеля на совместном предприятии ведется на современном оборудовании из Германии, Финляндии, Швейцарии. Завод «Андижан Кабель» в Узбекистане начал свою деятельность с 1 ноября 1981 года, когда приказом Министерства электротехнической промышленности СССР была организована дирекцией строящегося завода в городе Совет Аббат Андижанской области Узбекской ССР. 19 мая 1982 года в постановлении Совета Министров Узбекской ССР дирекцией строящегося завода был отведен в земельный участок под строительство кабельного завода площадью 35 гектар. В 1985 году была сдана в эксплуатацию первая очередь и начата работа цеха по производству медных, латунных и никелевых проволок. В 2000 году «Андижан Кабель» был преобразован в предприятие с иностранными инвестициями. Крышка с резьбой скручивается в горловину колодца специально выручен. Резиновое кольцо в горловине колодца обеспечивает герметичность соединения крышки. Если закрутить крышку с усилием, то открутить ее к специальною ключа невозможно, что предотвращает несанкционированный доступ. Есть два варианта крышек. Первый для размещения в зеленой зоне. Крышка большего диаметра защищает от попадания воды внутрь колодца. Второй вариант для размещения на проезжей части. В этом случае конструкция усиливается в железобетонной опорной территории и пластиковая крышка колодца уменьшена, чтобы можно было извлечь ее через отверстие плите. Размер колодца ККТ-1 позволяет разместить внутри необходимое оборудование и технологический запас кабеля. Также смотрите видео «Кабельные колодцы». Здравствуйте! Сегодня мы покажем, как осуществить якорение колодцем. Такие мероприятия выполняются, если на строительной площадке высоких уровень грунтовых вод и есть вероятность. Компания Пласт Инжиниринг производит продукцию для инженерных сетей, таких как пластиковые кабельные колодцы связи, системы водоснабжения, очистные сооружения, накопительные и пожарные резервуары. Собственное производство и инженерно-конструкторский центр позволяют выпускать широкий ассортимент пластиковых изделий, многие из которых не имеют аналогов на российском рынке. Пластиковые колодцы связи производства Пласт Инжиниринг – инновационная продукция, позволяющая в короткие сроки и с минимальными затратами проектировать инженерные сети различного назначения. Легкие и при этом прочные пластиковые колодцы выгодно использовать вместо железобетонных, потому что значительно снижаются затраты на логистику. Монтаж пластиковых колодцев осуществляется без привлечения дорогостоящей грузоподъемной техники, и это также снижает затраты при строительстве. Пластиковые колодцы гарантируют срок службы более 50 лет и не требуют дополнительного технического обслуживания после установки. Это уже экономия эксплуатационных расходов. Компания Пласт Инжиниринг разработала и начала серийное производство модульных инженерных колодцев. Уникальность модульных колодцев в том, что они собираются из блоков, и заказчик сам выбирает нужный размер и конфигурацию. Другим словами, модульный инженерный колодец можно увеличить или наоборот уменьшить в высоту или ширину. Кроме того, намного удобнее производить монтаж муфт и другого оборудования внутри колодца. Модульные колодцы позволяют монтажнику, сняв крышку, получить максимальный доступ ко всему внутреннему пространству. Очень часто у различных организаций возникает потребность в хранении запасов питьевой воды. Компания Пласт Инжиниринг производит подземные емкости для воды из первичного полиэтилена. Очень важно, чтобы вода в процессе хранения не меняла свой химический состав и вкусовые свойства. Также компания Пласт Инжиниринг уже несколько лет осуществляет производство систем очистки сточных вод. Консорциум Интегра-С создан в 1996 году. Это российский разработчик интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами. Консорциум входит в состав экспертного совета технологической платформы комплексной безопасности промышленности и энергетики, в качестве соруководителя секции комплексной системы мониторинга и управления безопасностью сложных технических объектов и систем. Интегра-С – президент инновационного центра Сколково и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Возглавляет рабочую группу при Министерстве связи РФ по разработке гео- и информационных систем высокого уровня. Интеграционная платформа Интегра-4Д «Планета Земля» применима для работы как с небольшими объектами, например, одиночными зданиями или подвижными средствами, так и с территориально протяженными объектами, такими как города, регионы и государства. Данная система используется как готовое решение для АПК «Безопасный город», а также для обеспечения безопасности стратегически важных объектов государства, вокзалов, мостов, гидросооружений, портов, тоннелей, объектов ТЭК, заводов и ВУЗов. Помимо вышеперечисленного, компания Интегра-С производит следующее оборудование. Первое – сетевые видеокамеры серии Интегра. Второе – комплект и аппаратуры для передачи видеосигнала по оптическому кабелю серии Foam. Третье – комплект аппаратуры для передачи интерфейсов RS-232-485 по оптическому кабелю. Четвертое – блок интерфейсов BUSB-485. Пятое – антенна считывателя Интегра-СКД. Шестое – контролер турникетный и контролер дверной Интегры-СКД. Седьмое – преобразователь интерфейсов BUSB-485-Mini. Консорциум Интегра-С обеспечил транспортную безопасность морских портов в Крыму на таких портах, как Керчь, Феодосия, Евпатория, Севастополь и Ялта. Система цифрового видеонаблюдения Интегра-Видео предназначена для непрерывного визуального мониторинга видеозаписи и обнаружения движения в охраняемых зонах на объектах любого масштаба. Система автоматической фото-видеофиксации позволяет снизить аварийность, повысить дисциплину водителей и пешеходов, контролировать дорожную ситуацию для организации управления транспортными потоками, оперативно фиксировать правонарушения, формируя постановления. Программное обеспечение Интегра-КДД – это первое ПО для контроля дорожного движения в России, которое включили в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Для автоматической регистрации и распознавания автомобильных номеров на контрольно-пропускных пунктах, на предприятиях, платных стоянках и гаражных комплексах на постах ГИБДД используется система Интегра-Видео-Авто. Компания «Смартс» зарегистрирована в мае 1991 года. До 2015 года оператор сотовой связи в 16 регионах Российской Федерации. В настоящее время АО «Смартс» занимается реализацией следующих проектов. Первое – это система мониторинга автомобильных дорог на базе распределенного акустического сенсора. Второе – магистральная квантовая сеть между городами агломерации Самарской области. Третье – создание системы управления географически распределенными цодами, включая виртуализацию ресурсов и использование квантовой технологии для защиты линий связи. Четвертое – построение телекоммуникационной инфраструктуры по уникальной технологии на основе ВОЛС. Создание защищенных автодорожных телекоммуникационных сетей было опробировано компанией «Смартс» на региональных автодорогах Самарской области. Протяженность построенной инфраструктуры к настоящему времени составляет 900 км. Основными преимуществами создания автодорожных телекоммуникационных сетей является снижение в 2-3 раза затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи в пересчете на 1 км оптоволокна, возможность наращивания пропускной способности линий связи в будущем без проведения земляных работ, а также на порядок увеличивается надежность сети за счет возможности круглогодичного и круглосуточного обслуживания. Технология строительства автодорожных телекоммуникационных сетей ведется путем разработки в обочине дороги мини-траншей шириной 5-10 см и глубиной 30-60 см с укладкой в нее пакета микротрубок, в которые прокладываются оптические кабели емкостью от 8 до 288 волокон. Технология строительства автодорожных телекоммуникационных сетей мы вкладываем по рабочей дороге в основном такой технике пакета микротрубок и потом затягиваем сюда волокон. Таким образом мы Вдоль дороги формируется потенциальная волокон оптическая, в которую можно заложить 1000 углов. Смартс совместно с университетом и ТМО при поддержке правительства России реализуют новые проекты создания системы управления географически распределенными центрами обработки данных, включая виртуализацию ресурсов и использование квантовых технологий защиты линий связи. В рамках проекта строится пилотная зона из трех ЦОДов, объединенных линиями связи с применением квантовой защиты передачи информации. Система управления смартс Генезис обеспечит виртуализацию всех ресурсов, подключенных ЦОДов, предоставление пользователям множество услуг через единое окно, мониторинг всей инженерной инфраструктуры ЦОДов, управление каналами связи, которые в свою очередь могут быть защищены по квантовой технологии. Идея квантовой криптографии – это передача информации таким образом, чтобы ее нельзя было перехватить. Ключевая информация для шифрования передается по линиям связи с помощью потока одиночных фотонов, которые нельзя разделить, скопировать или незаметно отвести в сторону. Смена квантовых ключей шифрования происходит свыше 10 раз в секунду. Система управления смартс Генезис решает задачи по импортозамещению и оптимизации ресурсов обработки и хранения информации. Развитие интернета вещей, стандарта 5G и появление беспилотного транспорта неминуемо приведет к росту трафика в сетях операторов на порядке, поэтому необходимо создание по всей стране опорной сети, которая в перспективе может быть легко масштабирована с минимальными затратами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» До 1987 года монтаж подземных кабелей обычно осуществлялся путем вытягивания. Компания Plumitas и ее запатентованы струйными системами изобрела возможность проталкивать кабели в трубах с помощью воздушного или водяного напора, что позволило устанавливать более длинные и крупные кабеля с меньшим усилием. Надежность монтажа и снижение технических характеристик прокладки кабелей убедили кабельный рынок в преимуществах технологии Plumitas. Группа компаний Plumitas стала мировым лидером в этой области. В том числе компания Plumitas производит лебедки для технического обслуживания зданий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...